Здравствуйте, уважаемые подписчики этого канала! Приветствую всех! Темы в последнее время очень сложные для восприятия и радуют то, что мы уже в состоянии их воспринимать, в состоянии их ассимилировать внутри себя и в состоянии извлекать ту пользу, которая дает мне более гармоничное проживание здесь на Земле. Но самое простое сегодня из всего того, что мы информативно получаем, наверное, это заземление, которому такие люди, как я, мало уделяли внимания. И это напрасно. Мне казалось, честно скажу, что раньше, когда я давала вам много информации, что этот вопрос не такой важный, не такой сложный, и можно и так понять даже через одно слово, что это такое, в чём я не права. Поэтому я сегодня хочу больше уделить времени и больше уделить своего внимания этому вопросу. И чего вам предлагаю сделать вместе со мной? Опять же, предлагаю тем, кому это интересно. Заземление в переводе на простой человеческий язык означает устойчивую связь с Землёй. Когда вы теряете заземление, вы как будто выпадаете из реальности, погружаетесь в мир фантазий и воздушных замков, теряете ясность мышления и фокусировку. Вам сложно сосредоточиться на главном. Но, что более важно, вы утрачиваете способность манифестировать, то есть проявлять в реальности то, что вы хотите. Энергия ваших идей, мыслей скапливается вокруг головы, но не проходит вниз для того, чтобы заякориться в Земле и реализоваться в трёхмерной физической реальности. А нам надо реализоваться в трёхмерной физической реальности. Нам надо до конца освоить этот план, до конца его понять, до конца его научиться воспринимать. Поэтому мы с вами здесь. И в такие моменты вы похожи на перевёрнутую пирамиду. Неустойчивую, балансирующую на своём острие с миллионами планов и минимум результатов. Ещё раз. В такие моменты вы похожи на перевёрнутую пирамиду. Неустойчиво балансирующую на своём острие с миллионами планов и минимум результатов. Итак, уважаемые, как же восстановить нашу связь с Землёй? Есть много разных способов. И все они интересны. И все они доступны каждому человеку. Начнём с вами с самых простых действий, доступных, понятных, в любой момент времени, когда вы захотите. Это физические упражнения. Любые физические упражнения, включая бытовые действия, типа уборки по дому, активизируют ваше физическое начало и задействуют ваше тело. Даже если присутствует некоторая агрессивность, да пусть она присутствует в этом. Это ж вам помогает. Радуйтесь, что у вас есть эта агрессивность, и вы нашли ей выход. Вот и реализуйте её с нечистотами. В этот момент ментальная энергия, собравшаяся вокруг вашей головы, спускается ниже и распространяется по всему телу. А ведь именно физическое тело – главный проводник энергии, идущий из земли к вам. Ещё раз. Именно физическое тело – главный проводник, идущий из земли энергии к вам. Ещё вам может очень хорошо способствовать вашему заземлению массаж и похлопывание тела. Если сделать себе массаж, это довольно сложное занятие, то похлопывать каждую часть вашего тела открытой ладонью вполне реально. Тем самым вы включаете тело и разгоняете заблокированную в нём энергию. Женщина вообще может в любом месте готовить на кухне что-нибудь, продукты какие-нибудь. Есть всегда какая-то минутка, когда надо помешать что-то. Вот в это время похлопывайте. Откройте форточку, откройте окно и похлопывайте себя. Что ждать мужчин? Зачем? Третье. Принимайте ванны с солью. Когда вы теряете заземление, ваше эфирное поле простирается далеко за пределы физического тела. Именно поэтому вам кажется, что вы теряете связь с реальностью. Обтирание солевым мылом или купание в ванне с солью сужает границы вашего эфирного поля, возвращая вас в буквальном смысле в ваше тело. Этот способ крайне рекомендован при любых энергетических и медитативных практиках. что еще? Питание. Питание. Возьмите корнеплоды. Все, что растет в земле, имеет устойчивую природную связь с землей, а значит, помогает вам заземлиться. К этой категории относятся корнеплоды, картофель, морковь, свекла, репа. Так же в свежем виде, как и в приготовленном. Что еще? Употребляйте фрукты и овощи красного, оранжевого цвета. Когда вы теряете заземление, это результат того, что ваша первая и вторая чакры в дисбалансе. Когда движение энергии направлено на верхние энергетические центры. Для раскрытия нижних центров рекомендовано употреблять фрукты и овощи красного и оранжевого цвета. Желательно в свежем виде. Вот тут не надо говорить, что у меня нет денег на какие-то цитрусовые, на какие-то мандарины. Берите обычную свеклу, она доступна по цене. Трите на терку в свежем виде. Можете туда добавить числок. И прекрасно вы восполните свои потребности. Что еще? Пейте больше чистой воды. Вода помогает проводить энергию в теле, а также очищает ваш организм от токсинов и вредных веществ. Несколько литров чистой воды в день. Ни кофе, ни соки, ни чай, а именно простой питьевой воды. Поможет вам нормализовать протекание энергии в теле. Пересаживание цветов в домашних условиях, работа на приусадебном участке, поделки из глины мгновенно позволяют вам заземлиться. В летний период времени хорошо работает хождение по земле, песку, воде босиком. И не забудьте про осознанные прогулки, когда вы переключаете свой ум с повседневных мыслей и направляете свое внимание на почву, под ногами, на ее шероховатости, ямки, лужи и так далее. Обращайте внимание на природу осознанно. Природа никогда не теряет связь с землей, ибо без земли не будет и природы. Эта прогулка по парку, по лесу, по берегу моря успокаивает, замедляет вас и заряжает энергией. Делайте это осознанно. Вы можете выбрать любой природный уголок рядом с вашим домом или офисом и приходить в это сакральное для вас место для гармонизации и балансировки. Визуализация заземления. Если все перечисленные способы заземления недоступны вам в силу определенных обстоятельств. Например, вы находитесь в транспорте, в офисе. Постарайтесь занять вертикальное положение, убедитесь, что твердо стоите на обеих ступнях и представьте, что из ваших ступней вниз в землю уходят мощные коричневые корни, проникая все глубже и глубже. Вы – дерево. Да, это визуализация, которая вам поможет. Как вы можете представить это все? Вы – дерево с толстыми ветвями, тянущиеся в небеса и с мощными корнями, уходящими в землю. Вам не страшны ураганы и бури, так как ваши корни проникают глубоко в почву. Вы пропускаете через себя поток космической энергии, которая проходит по вашему телу и стекает по корням в землю. Вся практика цугун основана на вот этом простом способе, который всегда всю жизнь люди знали. Энергетическое заземление Представьте, что из вашей первой чакры в районе копчика для мужчин и из сакральной чакры ваши женские органы для женщин спускается вниз энергетический шнур насыщенного темного цвета, прямо в ядро земли. Плюс, чем больше вы визуализируете этот шнур, чем больше энергии направляется вниз, тем прочнее и толще становится этот канат, который символизирует вашу связь с землей. Это не все способы, которые вы можете применить. Вы можете найти своих, только ваших, только индивидуально ваших способов и добавить их сюда до бесконечного множества. и все они будут для вас понятны, приемлемы и для вас многозначительными. С вами Заземление. Продолжение следует... Продолжение следует...